Нам нужно понять важность того, чтобы мы могли разделять, работаем ли мы экстрасенсорикой или мы работаем медиумизмом. Это две разные энергии. Для того, чтобы войти в контакт с духовным миром, мы должны всегда работать через нашу душу. И это просто не обсуждается. Если мы будем делать работу на автомате, если мы будем пытаться войти в контакт с духовным миром через голову, где нет абсолютно никаких эмоций, у нас ничего не получится. Мы можем зайти в низший астрал и говорить только с какими-то представителями низших структур. Эмоции – это очень и очень важно. Все эмоции у нас находятся в душе. Поэтому контакт без души – это будет просто, черт знает что, это будет экстрасенсорика. Потому что экстрасенсорик, по экстрасенсорике мы можем, так сказать, не чувствовать эту всеобъемлющую любовь. Нам нужна концентрация, нам нужен настрой, нам нужна техника. Если мне нужно взять информацию из какого-то предмета, например, где этот предмет был куплен или где найден, или его сделали, или его купили. То есть здесь мне нужна просто настройка на энергию, на получение информации. Но если я вхожу в контакт с душой человека, умершего или живого, или даже если будет это животное, мы должны работать всегда по духовным законам. А там у нас душа пришла из мира, где эмоция любви. И если создатель создал эту вселенную, именно потому что он любит эту вселенную и все сделал для того, чтобы все это было создано. Поэтому все наши души, когда мы еще не были на этой земле, когда мы только родились по вселенной, мы были созданы с большой любовью. Он вложил в нашу душу, в наш дух свою любовь. Поэтому, когда мы пришли на землю для того, чтобы мы могли связаться с духовным миром, с миром, где жила наша душа и которая живет еще по законам, по духовным законам, нам нужно обязательно понять, что это все-таки два разных уровня – энергия, ум и душа. Поэтому мы сегодня будем углубляться в более духовные сферы и будем понимать, что такое вообще душа наша и для чего она нам нужна именно для духовных контактов. Например, если мы работаем на уровне экстрасенсорики, мы входим в энергию человека. И это как архив, большой архив, где очень много информации о том, что человек прожил в этой жизни, что он сделал, какие у него были эмоции. То есть у нас есть информация об эмоциях. Мы их можем даже не чувствовать и не слышать. Нам идет только информация. Но если мы углубимся в более глубокие слои, так сказать, бытия человека и зайдем к нему в душу, то тогда в душе мы можем найти архив. Но это уже не будет информация только по этой жизни. Наша душа сохраняет архив вообще всех реинкарнаций. Это в ней записана информация, в энергии мы этого не найдем. Энергия и это физическое тело принадлежит только этой реинкарнации. А душа, она проживала и другие жизни. Поэтому если мы хотим работать с прошлыми жизнями, узнать миссию человека, это мы найдем только в душе, но не в энергии физического тела. В ауре это не записано, но записано в душе. Поэтому, когда мы будем работать с медиумизмом, нам обязательно нужно будет заглянуть к нам в душу, потому что если мы говорим о канале, наш канал, он даже если вы видите где-то на картинках, сидит человек, да, йог такой сидит, и у него из головы вот свет вырывается, вот канал у него. Ну, правильно, из головы, из седьмой чакры свет выходит, этот канал выходит. Но где он берет свое начало? Он берет начало в душе. То есть душа знает, как общаться со своим миром, из которого она пришла. Поэтому здесь нам техника и нужна, и не нужна, потому что душа, она сама все сделает за нас. Нам нужно только намерение и очень хороший настрой именно на эмоции. Потому что все работы, которые происходят с духовным миром, они проходят через астральный план. С этим мы еще будем разбираться, когда мы уже пойдем именно работать с медиумизмом. Я просто не хочу вас сейчас спутать. Поэтому сейчас нам нужно в первую очередь понять, где находится наша душа, как вы ее чувствуете. Душа – это эмоция. Если эмоции не будет, это будет экстрасенсорика. И заглянуть глубоко вы не сможете. То есть подобное общается с подобным на одном языке. Если мы сейчас, как люди, с вами общаемся, я говорю, даю какую-то информацию, вы меня воспринимаете мозгами. Вы запоминаете то, что я говорю, анализируете. Если мы работаем с энергией, я становлюсь энергией, я ее представляю и захожу в вашу энергию. То есть энергия может понять энергию. Если мне надо поговорить с душой, душу может понять только душа. Поэтому мне надо стать душой для того, чтобы заглянуть в душу другому человеку. Пусть это будет человек в теле или уже без тела в духовном мире, но это работает именно так. Если я буду общаться с духом, мне нужно самой стать духом. Мне нужно понять, что такое дух, чтобы им стать, чтобы войти в эти вибрации, и чтобы я могла на одном языке говорить с другим духом. Мы должны друг друга увидеть. Поэтому вы сегодня будете доставать информацию из души человека, а не из энергии. Чтобы потом понять еще, что такое, я могу сказать, экстрасенсорный медиумизм. Есть медиумизм классический, духовный, а есть экстрасенсорный. И мы с этим с вами будем разбираться.